Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые кыргызстанцы. Сегодня Государственный комитет информационной технологии и связи Кыргызской Республики хотел бы проинформировать о проведенной и проводимой совместно с коллегами работе по цифровым решениям. В условиях пандемии перед комитетом остро стоят задачи в содействии и обеспечении непрерывности работы государственных органов и сферы бизнеса. Следует активно вести образовательную работу с общественностью по отсутствию связи между коронавирусом и технологией сети 5G и по процессам разработки и внедрения информационных систем. А также требуется поддержка здравоохранительной системы через информационные системы для оперативного реагирования на нужды как пациентов, так и общественности. Несмотря на ситуацию, следует своевременно исполнить указ президента Кыргызской Республики об объявлении 2020 года годом развития региона, цифровизации страны и поддержке детей. Особо приоритетным направлением остается цифровизация здравоохранения, нужда которого особо чувствуется сегодня. Система образования. Мы должны приготовиться новому учебному году. Также особое внимание уделено цифровизации Министерства сельского хозяйства и Министерства труда и социального развития. Не менее важным остается исполнение дорожной карты на 2020 год по реализации концепции цифрового Кыргызстана 2019-2023. Как ранее сообщалось, в целях содействия борьбы с распространением коронавирусной инфекции уже были разработаны множество информационных систем, в том числе при поддержке IT-штаба при ГИКИТСЕ по инициативе оперативного штаба. Я хочу поблагодарить еще раз за усилия нашего IT-сообщества, которое включает более чем 400 специалистов, которые на безвозмездной основе вносят свой посильный вклад. Спасибо большое. В частности, до сегодняшнего времени были разработаны разные системы, и в целях разгрузки медицинского персонала первая система – это информационная система управления лабораторными данными. Внедрается в государственные лаборатории для обеспечения эффективного учета и оперативного предоставления данных о лабораторных анализах по COVID-19. Эта система позволит в первую очередь сформировать единую базу анализов и истории анализов пациентов. В качестве пилотного запуска система запускается в 10 государственных лабораториях. Посредством системы Тюндук государственные лаборатории, в которых внедрена эта система, обменивается соответствующими лабораторными данными. Система разработана нашим государственным предприятием в соцсервис совместно с партнерами из ЮСАИД. Смарт-система учета эпидемиологических данных. Электронно-автоматизированная система управления, разработанная в помощь службе санитарно-эпидемиологического надзора. Цифровая система позволяет обеспечить электронный документооборот по следующим видам документов. Первое. Это временная анкета о подтвержденных и вероятных случаях инфицирования коронавируса. Второе. Анкета для сбора данных о контактном лице с пациентом коронавируса. Третье. Форма лиц, прибывших в Кыргызской республике. Четвертое. Данные по результатам анализа. Данное цифровое решение обеспечивает электронный формат работы всех подразделений системы здравоохранения в сфере санитарно-эпидемического надзора. Работа по внедрению была проведена в Департаменте профилактики заболеваний Государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской республики и в Республиканском штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также на уровне областных и городских штабов. Следующая наша система – это медицинский информационный справочный сайт, который был разработан IT-штабом. Это HiDoctorKG. Мы о нем не раз говорили. Через этот сайт каждый гражданин может пройти самодиагностику и понять, в какой ситуации тот или иной гражданин находится, и также получить алгоритм к следующим действиям. Следующая система – это COVID-контроль. Это электронно-автоматизированная система управления в помощь службы санитарного и эпидемиологического надзора, разработанная на безвозмездной основе резидентам парка высоких технологий. Эта система позволяет в удаленном режиме осуществлять мониторинг за состоянием здоровья и соблюдением условий домашнего карантина разными лицами. Также был разработан Telegram-чат-бот, где наши граждане могут получить оперативную информацию о том, что происходит сейчас, и позволяет в очень быстром порядке врачам информировать своих граждан по разным вопросам. То есть, другими словами, на Telegram-канале на данный момент как гражданскому обществу, так и государственными органами создаются разные интересные продукты, где каждый гражданин может поискать или получить нужную информацию. В части информирования населения о проводимых мероприятиях по борьбе с коронавирусом и иных официальных данных был создан официальный ресурс COVID.gov.kyg, или COVID-19, на котором можно получить последние новости о ситуации с коронавирусом в стране. Видеообращение руководства страны, медицинские советы, контакты уполномоченных органов, и эта информация постоянно обновляется. То есть, другими словами, через этот сайт вы можете увидеть, что происходит в Кыргызстане. Также был разработан онлайн-ресурс Help COVID.gov.kyg, и он разработан для мониторинга сбора благотворительной помощи, поступившей в счет борьбы с коронавирусом Министерства здравоохранения, Министерства труда и социального развития, Мерии города Бишкек. Данное решение также позволяет физическим лицам осуществлять добровольный перевод средств посредством электронных кошельков, мобильного или интернет-банкинга. То есть, это те, которые хотят сделать довольный перевод через этот сайт, созданы очень удобные условия. Информационно-статистический кыргызскоязычный сайт Virus.LKG. И на этом сайте можно в онлайн-режиме отследить актуальные мировые статистические данные по заболеванию коронавирусом, включая информацию по Кыргызстану. В настоящее время отечественными IT-специалистами ведутся разработки новых цифровых систем на основе запросов уполномоченных органов по здравоохранению и Республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Первая такая важная система – это система учета койко-мест по поставленной Республиканским штабом по борьбе с распространением коронавируса. В настоящее время в целях оптимизации работы медицинских учреждений и мониторинга ситуации с заполняемостью лечебных учреждений и оперативного распределения пациентов с проявленными симптомами среднего, тяжелого и особо тяжелого уровня ведется разработка и внутреннего пилотирования системы учета санкционарных мест. Данная система посредством имеющихся ресурсов будет интегрирована с ранее разработанными и внедренными цифровыми системами в сфере здравоохранения. Другими словами, этот вопрос очень актуальный на данный момент, и мы сейчас внутренне пилотируем для того, чтобы улучшить взаимодействие как в созданных стационарах, так и других органов координации для того, чтобы оперативно давать информацию тем, которые нуждаются в этих койко-местах через какие-то телефонные связи и иные виды связи. Также такая перспективная разработка это онлайн-система получения результатов лабораторных исследований по COVID в целях повышения комфорта граждан и уменьшения возможных контактов. Наши специалисты также приступили к разработке цифрового решения, которое позволит гражданам, сдавшим анализ на COVID-19, получать результаты анализов онлайн. Там будут какие-то непосредственные случайно сгенерированные коды отправляться через SMS, и через этот SMS, через специальный сайт в будущем можно будет получить результаты теста. Также, как вы знаете, в мире применяются разные интересные подходы по трейсингу контактников. Вы, наверное, слышали, что компания Google и Apple совместно разработали такую систему. Это абсолютно децентрализованная система. То есть, другими словами, на телефоне будут записываться контакты, с кем тот или иной гражданин контактировал. Если кто-то из этого списка, который сохраняется в телефоне, выявит коронавирус лабораторным путем, то можно будет извещать об этом своих друзей или родных, с кем этот человек контактировал. На данный момент эта система только изучается, и изучается перспективность внедрения в Кыргызской республике. Но, как вы знаете, мы тоже должны оставаться, скажем так, узнавать о самых новых технологиях, которые применяются для того, чтобы контролировать распространение коронавируса. Как вы знаете, на данный момент остро стоят вопросы цифровизации здравоохранения. И в этом плане продолжается плановая реализация мероприятий в рамках цифровизации. Так, совместно с коллегами из Министерства здравоохранения до конца года планируется разработка новых и масштабное внедрение уже протестированных систем. То есть, у нас есть ряд мероприятий для того, чтобы усилить систему здравоохранения. Среди задач которых разработка и внедрение информационной системы аналитики, статистики в сфере здравоохранения. То есть, другими словами, на данный момент очень остро стоит вопрос по аналитическим данным, для того, чтобы мы прогнозировали, разрабатывали разные сценарии. И на данный момент разрабатывается система, которая будет непосредственно создавать базу для такого аналитического центра, где мы можем увидеть картину, которая возникла на данный момент, и спрогнозировать или сделать, скажем так, прогноз, что произойдет в будущем. Это не только касается COVID, и касается других аспектов здравоохранения. Создание и внедрение интегрированной системы лаборатория с дальнейшей интеграцией с электронной медицинской картой пациента. Другими словами, эта система будет, скажем так, если пациент сдал лабораторию, она будет автоматически, скажем так, попадать в медицинскую карту пациента, где доктор может в оперативном порядке и, скажем так, достоверно получать те или иные результаты лабораторных данных. На данный момент остро стоит вопрос разработки и внедрения информационной системы телемедицины, которая будет, в свою очередь, тоже интегрирована с электронной медицинской картой. Как вы знаете, вопросы дистанционного консультирования врачами уже активно внедряются в частном секторе, и вот мы уже увидели в интернет-пространстве разные такие решения. Мы, в свою очередь, тоже в ускоренном темпе должны внедрить такие системы для того, чтобы наши медицинские работники могли без труда, без надобности контакте консультировать пациентов. Автоматизация лицензионно-разрешительной деятельности в сфере здравоохранения, то есть это тоже является одним из важных таких элементов. Следующее, масштабное внедрение уже протестированных систем, это внедрение информационной системы электронной медицинной карта пациента, то есть вот эта электронная карта позволяет в электронном виде получать информацию о пациенте, об истории болезни, лабораторных информацию о том, какие лекарства были назначены этому пациенту, и отслеживать всю историю болезни того или иного пациента, этот проект является очень важным для нас. Внедрение и интеграция цифровых сервисов Министерства здравоохранения Кыргызской Республики с государственным порталом электронных услуг, что позволит соединить цифровые сервисы для пациентов и медицинских работников в единый электронный портал для оперативного и удобного получения государственных услуг и сервисов, включая медицинские услуги, то есть перед нами стоит задача интеграции целых этих систем через Тюндук для того, чтобы улучшить качество медицинских услуг. Уважаемые граждане, несмотря на вызовы, с которыми столкнулись Кыргызская Республика, продолжается реализация мероприятий в рамках концепции цифровой трансформации Сан-Ареб-Кыргызстана. Однако сложившиеся обстоятельства в связи с пандемией коронавируса вынуждают государственные органы и службы частично перейти на удаленную работу. Оперативное обеспечение онлайн-деятельности государственных органов, обмен информацией между госорганами и информационными системами является приоритетной задачей. И вот один из примеров, мы много говорим о системе электронного взаимодействия Тундук, я хотел бы обновить эти данные, обеспечение обмена данными между государственными органами и коммерческими организациями, а также доступ гражданам к государственным услугам позволит обеспечить систему межведомственного электронного взаимодействия Тундук. Так, на сегодняшний день для облегчения получения гражданами справок автоматизировано 15 справок, из них 10 справок автоматизировано под социальной части для облегчения получения социальных пособий. В целях обеспечения данными для автоматизации подобных процессов проведены технические мероприятия по подключению 64 министерств и ведомств и 39 коммерческих организаций. Другими словами, я хочу отметить, что организации как государственные, так и коммерческие активно подключаются через Тундук и с помощью этого взаимодействия можно создавать очень интересные продукты. И очень отрадно, что наш коммерческий сектор активно вовлекается в этот процесс. Обмен данными между госорганами только за первое полугодие составило в 2020 году порядка 25,8 миллион транзакций. При этом необходимо отметить объем обмена данными между госорганами и коммерческими организациями. За аналогичный период в 2020 году составил 31 миллион транзакций. Я бы хотел обратить внимание на два таких интересных фактора. Во-первых, я хотел бы отметить, что частный сектор активно начала обмениваться информацией через систему Тундук. В общей сложности если мы возьмем два взаимодействия между госорганами и коммерческими организациями, то количество транзакций составило в районе 57 миллионов. Если по сравнению взять 2018 и 2019 год совместно, то транзакции примерно было 38 миллионов. Другими словами, на данный момент можно отметить о том, что цифровизация идет очень активными темпами. ГВП Тундук и государственная регистрационная служба в настоящее время проводит тестирование новых продуктов, которые позволяют в современном и удобном формате получать государственные услуги и сервисы, мобильное приложение iGov, санарепайди, облачная и электронная цифровая подпись. Концепция iGov это новая экосистема общения человека и государства, новое пространство для получения и управления государственными электронными услугами, где вокруг человека будет строиться своя эксклюзивная модель взаимодействия по принципу социальных сетей. Я бы хотел немного сказать о системе iGov, то есть другими словами это вот такой подход для того, чтобы обеспечить удобство для наших граждан при получении тех или иных государственных услуг. Следующая очень важная система это единая система идентификации и аутентификации. Она разработана и готова к интеграции с информационными системами государственных органов и готова к массовой идентификации граждан и юридических лиц Кыргызской республики для точного определения гражданина или юридического лица обратившегося за услугой и сервисом в электронном формате. Другими словами через эту систему то есть наши вот эти государственные системы могут определять аутентичность того или иного физического лица или юридического лица. Другими словами другой человек за меня не сможет получить ту или иную государственную услугу. Эта система очень сильно в частности поможет нашим юридическим лицам для того, чтобы допустим автоматически получать какие-то справки, взаимодействовать с разными государственными органами, отправлять письма. Другими словами это очень хорошо помогает для того, чтобы не разрывать особенно в условиях пандемии неразрывность работы наших как бизнеса, так и физических лиц. Также в этом ключе я хотел бы рассказать об облачной цифровой подписи, которая тоже позволит как физическим лицам, так и юридическим лицам официально заверять достоверность тех или иных документов, писем, договоров и так далее. Другими словами, активно сейчас ведется работа для того, чтобы эти электронные документы владились документооборот при взаимодействии между разными сторонами, как коммерческими, так и государственными. Следующий проект это Sonarip iMac. Основным назначением системы Sonarip iMac является повышение эффективности работы ОМСУ и автоматизация работы специалистов в области предоставления государственных услуг населению. Согласно поставленной президентом Кыргызской республики Сором Большарь Реповичем Джейм Бековым до конца года планируется подключение всех аэлок к системе Sonarip iMac. С 29 июня начато поэтапное внедрение системы во всех органах ОМСУ согласно утвержденному графику. На сегодняшний день в пилотном режиме 8 аэлок метеор республики проводится поэтапное обучение сотрудников ОМСУ республики по работе с системой. Произведена интеграция системы Sonarip iMac системы и их измат в части авторизации сотрудников в системе. Уже сейчас сотрудниками пилотных аэлок метеор произведена регистрация 430 домохозяйств. То есть это один из таких важных элементов или инструментов для развития регионов, для того, чтобы регионы тоже могли активно получать дивиденды цифровизации, в частности органами местного самоуправления. Следующий проект, который нужно отметить, это система электронного документа оборота, это обеспечение деятельности госорганов документа оборота, включая в условиях дистанционную работу. Осуществляется посредством системы электронного документа оборота. данная система реализована на единой платформе обмена электронными документами между всеми госорганами. СЭД внедрена в режиме промышленной эксплуатации 205 государственных органов, включая подведомственные и территориальные подразделения. И в режиме тестирования СЭД установлено 180 государственных органов, включая подведомственные и территориальные подразделения, о которых я сказал. Система документа оборота позволяет регистрировать входящую, исходящую и внутреннюю документацию, производить подписание документа через электронную цифровую подпись, о которой я говорил, давать поручения, а также контролировать их исполнение и статус, составлять отчеты и вести работу по обращениям граждан. На сегодняшний день в СЭД зарегистрировано порядка 391 916 документов. Общее количество пользователей системы составляет 14 016 человек. Необходимо отметить, что вышеуказанные проекты реализованы и поддерживаются нашими отечественными IT-специалистами. Помимо прочего, следует отметить, что, вот я говорил про непрерывность, то есть содействие непрерывности работы нашего бизнеса, общества, и для поддержки информирования бизнеса совместно с Парком высоких технологий и Министерством экономики Крымской Республики проводится месяц цифровой экономики, где компании могут ознакомиться с новейшими технологиями для автоматизации бизнес-процессов и организации непрерывной работы. Другими словами, проходит такой марафон онлайн-вебинаров, онлайн-мероприятий, где бизнес могут получить информацию о том, какие новые, самые последние технологии и подходы существуют для того, чтобы быть устойчивым и не разрывать, скажем так, непрерывно работать в условиях пандемии. Уважаемые граждане, я вот хотел бы сказать, остановиться на распространяемых фейках о технологии 5G. Пользуясь случаем, в последние несколько дней посредством мессенджеров и социальных сетей распространяется информация о запуске в Кыргызстане технологии 5G, о ее вреде и распространении посредством данной технологии инфекционных и иных заболеваний. На сегодняшний день технология 5G не внедрена на территорию Кыргызстанской республики. Операторы связи не устанавливают и эксплуатируют оборудование сетей 5G. Государственное агентство СИЗИ не давало каких-либо разрешений на установку этих технологий. Распространяемые посредством мессенджеров и социальных сетей сообщения о вреде технологии 5G являются несоответствующим действительности. Распространители фейковой информации поднимают ажиотаж среди населения и призывают к неправомерным действиям. Я уже получил пару сообщений от операторов о том, что их сети, кабеля разрушаются из-за этого страха. Уважаемые граждане, я хотел бы попросить вас, чтобы вы побольше информировали друг друга о том, что радиоволны не могут быть переносчиками вирусов. И, к сожалению, очень много людей верят в эту ложную информацию. Вот нужно активно вести образовательную работу для того, чтобы такие слухи, домыслы не распространялись. И, конечно, каждый из нас должен соблюдать цифровую гигиену, и мы постоянно должны проверять источники информации для того, чтобы такие фейки не распространялись. Уважаемые кыргызстанцы, внедрение цифровых технологий во всех аспектах нашей жизни станут одним из главных инструментов обеспечения непрерывности, стабильности и увеличения эффективности в условиях пандемии. Для достижения этих целей есть политическая воля руководства страны, которая объявила одним из основных приоритетов государственной политики – цифровое развитие. Мы убеждены, что цифровое развитие Кыргызской Республики позволит раскрыть имеющий потенциал Кыргызской Республики, достичь роста, благосостояния граждан нашей Республики и экономического роста государства. На данный момент требуется активное вовлечение государственных органов, бизнес-структуры, а также граждан в освоение новейших технологий, получение новых знаний и повышение цифровых навыков. Нынешние обстоятельства должны стать причиной глубокой цифровой трансформации нашей страны. Спасибо за внимание, берегите себя и соблюдайте рекомендации врачей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.